Как сложить все числа в массиве при помощи JavaScript? У нас есть вот такой простой массив. Мы хотим сложить, то есть получить сумму всех вот этих чисел. У нас два отрицательных числа, два положительных. Ну, то есть понятно, мы сделали такие числа, чтобы удобно было посчитать итоговый результат. То есть получается он или не получается. В решении этой задачи, ее существует способов очень много, но один из них это при помощи метода MAP. То есть все экземпляры Array, в нашем случае вот этот массив является экземпляром класса Array. У всех экземпляров доступны стандартные наборы методов, то есть их очень много. И вот один из них это метод MAP. То есть MAP он вышагивает по каждому элементу и делает какие-то преобразования над каждым элементом. Метод MAP возвращает новый массив, то есть не изменяя оригинального массива. И фишка его в том, что он может принимать два параметра. То есть первый параметр это функция, то есть тот механизм, при помощи которого мы будем видоизменять элементы. А вторым параметром какой-то вот, собственно, this. То есть вот этот объект, который будет использоваться в нашей функции обратного вызова. Значит, как это применить на практике? То есть мы обращаемся к нашему массиву, ставим точку, вызываем метод MAP. Отлично. Мы помним, что он принимает два параметра в себя. То есть в нашем случае мы начнем сейчас со второго. Это будет аккумулятор наш. Мы его тут же и объявим. И этому аккумулятору мы стартовое значение дадим 0. То есть мы начнем с суммирования, с нуля. И потом на каждом шаге, на каждом обращении к элементу массива, мы будем вот этот x просто видоизменять. Окей, с этим разобрались, со вторым параметром. Теперь с первым. Это функция. Мы запишем ее в коротком виде. Мы будем брать каждый элемент, вот item, да? Мы будем брать первый, второй, третий и так далее. Сколько длина массива, вот столько, собственно, раз мы будем брать этот item. И будем возвращать. Возвращать мы будем результат приращения. То есть мы будем к x складывать, собственно, тот же x плюс i. То есть значение под этим item. Давайте посмотрим, что из этого получится на текущем этапе. Отлично. Вот произошел, собственно, первый этап у нас решения задачи. То есть мы к первому item, смотрите, было минус 10. Мы прибавили 0 и вернули его. То есть минус 10 плюс 0 будет минус 10. Потом метод map взял второй элемент, минус 5. Закинул его сюда. То есть x у нас же уже был минус 10, правильно? Поэтому минус 10 плюс минус 5, это дает минус 15. То есть потом мы к минус 15 и прибавили 77, получилось у нас 62. Потом 5, 67 и так далее. Логика тут, собственно, видна. То есть мы получили массив. И длина его ровно совпадает с первоначальным. Но фишка в том, что вы уже, наверное, заметили, что число 77, по сути, является суммой всех чисел оригинального вот этого нашего массива. Теперь нам нужно просто получить вот это, собственно, вот это значение 77. Сейчас оно находится в последнем элементе массива. Запись такого вида будет громоздкой, поэтому мы сделаем иначе. Мы всю эту же конструкцию, которую мы получили, мы перевернем этот массив. То есть реверс. Мы его переворачиваем. И смотрите, теперь 77 было последним, стало первым. Собственно, вот это и есть наша сумма. Нам останется просто получить первый элемент массива. Мы снова эту команду вызываем и уже обращаемся к первому элементу, то есть к нулевому индексу вот этого массива. Нажимаем Enter. И в результате мы с вами получили заветное число 77. Это и есть сумма чисел нашего массива. Теперь мы можем сейчас прям очень быстро проверить, а как это работает. Давайте сделаем, добавим еще цифру 3 в наш массив, то есть где мы его тут объявляли. Вот он у нас здесь. И мы просто через запятую в конце добавим число 3. Нажмем Enter. Снова вызовем эту же команду и вуаля, мы получаем 80. То есть система работает. Причем фишка в том, что мы можем наделать сколько угодно пустых элементов. Не важно, что у нас там будет. И мы снова получим 80. То есть любые неопределенные элементы массива будут пропускаться. Это фишка работы метода Map. Зачем реверс нужен, вы поняли. Зачем вот эти квадратные скобки индекс 0, вы тоже поняли. Такой достаточно примитивный простой способ, но он позволяет быстро решить свою задачу по сложению чисел массива. Благодарю за просмотр. Всего доброго.